Весна 1938 года. Василий Корж вернулся в СССР из Испании. Там он занимался диверсионной работой и партизанской борьбой против профашистского правительства Франка. На родине Коржа наградили орденом боевого красного знамени и орденом красной звезды. Василий Захарович отправился в Слуцк. Он поехал домой перед возможным отдыхом. В таких произведениях биографических, как «Сеятель добра и гнева» в 1175 году эта книга вышла. Это автор, известный белорусский писатель Сергей Гроховский. И в книге, которая вышла в Беларуси в 2009 году, это «Василий Мудрый» так называется. Эта книга, посвященная биографии Василия Захаровича Коржа, там отмечается, что ему дали даже в качестве поощрения путевку в санаторий. Но перед этим он решил заехать на территорию Белоруссии, завестить свою семью, возможно, с ней уехать в отпуск. И в Слуцке, когда он зашел в отдел НКВД, он сам был сотрудником НКВД, и просто его даже пригласили для того, чтобы рассказать про этот опыт, про который он приобрел в Испании, его там арестовали. Из Слуцка Василия Коржа этапировали в Минскую тюрьму. На многочисленных допросах обвиняли в шпионаже в пользу Польши. Корж держался твердо и мужественно, ни в чем не признался. И через месяц его отпустили. Его освобождение было, видимо, связано с тем, что потихоньку начались сворачиваться репрессии. И к власти в органах госбезопасности пришел Берия. И, соответственно, вот эта ежовщина, эти массовые репрессии, они несколько были свернуты. И вот Корж был выпущен. Может быть, это какая-то действительно случайно счастливая для него, но она имела большие последствия. Обвиняли его в шпионаже в пользу Польши, кстати, придираясь к тому пункту в анкете, в биографии о том, что он когда-то служил в польской армии. Да, это действительно было так, он этого не отрицал. Когда и почему Василий Корж служил в польской армии? И зачем его отправили организовывать партизанское движение в Испании? Обо всем по порядку. Василий Корж родился 13 января 1899 года в деревне Хоростово, Ленинской волости Мозорского уезда Минской губернии. Сейчас агрогородок в Солигорском районе Беларуси. В семье крестьян Середняков. Учился в сельской школе, помогал родителям по хозяйству. Из воспоминаний Василия Захаревича это были достаточно сложные времена. Фактически вся земля находилась в собственности помещиков. Из его рассказов нужно было за каждую единицу домашнего скота оплачивать. Поскольку денег не было, то отрабатывать на земле помещика. Ну и вот фактически с раннего детства все вынуждены были и работали на земле. Навыки сельскохозяйственной работы Василию Захаровичу очень пригодятся. В 1917 году произошла революция и Корж поддержал изменения. Начинают создаваться сельскохозяйственные артели. Он руководил процессом в Старобинском и Солигорском районах. Происходило объединение собственности, средств производства. И таким образом налаживалось сельскохозяйственное производство в целом. Государство давало крестьянам землю. В основном это была земля, которая ранее принадлежала помещикам. И они сообща ее обрабатывали. Собственно, и прибыль, которую они получали, она тоже делилась поровну между всеми. 18 марта 1921 года был подписан Рижский мир. Территория Западной Беларуси, в том числе местность, где проживал Корж, отошла к Польше. Василия Захаровича призвали в польскую армию, в Познаньский артиллерийский полк. Рядовыми были белорусы и украинцы, офицерами поляки. Изначально у него эти отношения не сложились с польскими офицерами. Он не принимал, скажем так, унизительное отношение к себе. Оно было именно таким. Людей, в частности, тех же белорусов, украинцев считали второго сорта. Территория Западной Беларуси использовалась как сырьевой придаток. И Василий Корж неоднократно попадал в достаточно такие неприятные ситуации, где доходило до драки. Такой вот своеобразный национальный гнет, перемешанный с неуставными отношениями, если говорить по-современному, который все это испытал молодой Корж. Он после одной стычки с унтер-офицером польским бросает часть, пробирается к себе домой. И здесь уже для него начинается новый этап его жизни. Уже дома Корж узнал, что некий партизанский отряд Аршинова борется против ополячивания белорусов. Под псевдонимом скрывался Кирилл Орловский. Василий Корж вступил в его отряд. С советской стороны на территорию Западной Беларуси засылались, забрасывались различными путями партизанские диверсионные отряды. Была такая установка сверху политическая, что революция будет еще дальше распространяться и необходимо будет эти территории вернуть назад. Для этого нужно вести вот эту подрывную деятельность против местных польских властей, против польских помещиков, осадников, которые массово появились, как польские колонисты на белорусских землях. Это уничтожение коммуникаций. Вот тогда впервые Василий приобретал свой молодой еще туда партизан. Обычно его в это время называли таким вот псевдонимом «Партизан Степанов». Приобретал свой первый партизанский опыт. Из рапорта Василия Коржа Иосифу Сталину. С 1929 по 1936 год при НКВД было организовано так называемое спецбюро. В этой организации готовили специальные партизанские кадры на военное время. Она была совершенно законспирирована. Я был в роли оперуполномоченного спецбюро, а на военное время командир партизанских отрядов одного из направлений. У меня было шесть районов, в каждом районе до 35-40 человек. Люди эти нами периодически пропускались через специальные школы. Кстати, что интересно, основным врагом рассматривалась Польша, вплоть до второй половины 30-х годов. И это спецбюро означало то, что человек, который там был, он занимался подготовкой партизанской деятельности на территории Белоруссии, Украины, при граничных территориях. Создавались специальные партизанские базы. В частности, в Белоруссии численность можно определить этих баз в несколько десятков, а возможность рассвертывания партизанского движения можно определить по количеству винтовок, которые было сдано на хранение в эти базы. Это не менее 50 тысяч винтовок. Вот этой деятельностью Корж занимался вплоть до своего отъезда в Испанию. В 1922 году в Испании к власти приходит профашистское правительство Франко. Коржана провели туда в качестве организатора в 1936. В 1936 году помогали бороться с этим фашистским режимом Франко. Как правило, отряды эти были интернациональные, то есть туда входили представители разных национальностей. И уже там он получил первый опыт военных действий, не считая территорию Западной Белоруссии, где также они боролись с польским правительством и выступали против включения Западной Белоруссии в состав Польши. Что произошло после его возвращения из Испании, мы уже рассказали. В целом, то, что Коржа выпустили из Минской тюрьмы, это большая удача. Вообще, Василий Захарович человеком был очень правдивым, честным, своеобразным правдорубом таким. Вот, возможно, из-за этого он впоследствии страдал часто в взаимоотношении с органами власти. Ну, видимо, еще следует заметить, что вот первая половина 1338 года это пик репрессий всяких, скажем так, волн по выполнению плана арестованных. Возможно, тут была какая-то своеобразная разнарядка. И вот под эту разнарядку, под арест попал как раз Василий Захарович Корж. После тюрьмы Василий Корж уехал в Ставропольский край. Там он руководил крупным совхозом. Затем вернулся в Пинск. И войну застал в качестве начальника организационно-финансового отдела Полесского обкома партии. 22 июня 1941 года создал первый партизанский отряд. Все ждали указаний из Москвы. Но вот он проявил выдержку, хладнокровие. Он посчитал, что необходимо действовать самостоятельно, используя тот опыт, который есть. Возможно, на пользу его решению пошло и то, что немецко-фашистские войска не считали Пинск важным направлением. И определенное время, хотя Пинск вроде бы был не так уже далеко, понятно, что граница отошла после 1639 года на запад, но он был, Пинск, не так-то далеко от границы, от той же самой Обреста. Но фашисты долго не занимали, относительно долго не занимали этот город, считая, что главные направления должны быть севернее, на Минск. И это дало возможность, вот и партизанский опыт, сформировать партизанский отряд из местного актива, комсомольцев, коммунистов, численностью 60 человек, который был вооружен винтовками, гранатами. Интересный факт, имелась даже винтовка с оптическим прицелом, которая лично была у Василия Захаровича. И первоначально этот отряд даже не назывался партизанским, он назывался истребительным. Василий Корж действовал в достаточно сложных условиях. То есть он был первым, кто начал организовать вот эту борьбу. 1941 год, немецкие войска активно наступают, население в панике, войска в панике. Наступление очень быстро осуществлялось. И вот в этих условиях, когда не было медикаментов, не было оружия, не было связи с Москвой, то есть человек единолично принимает многие решения, в том числе и о создании партизанских отрядов. И сам берет руководство и принимает решения по организации борьбы. Уже 22 июня 1941 года отрядом Коржа был дан первый партизанский бой фашистам в Великой Отечественной войне. Он состоялся в районе деревни Подболотье, что в 13 километрах с северо-западнее Пинска. Ими была захвачена группа разведчиков немецких, десантников, которые спустились на парашютах. Ну а первый партизанский бой состоялся 28 июня 1941 года. Это примерно в 13 километрах от города Пинска на автомагистрали. Они устроили засаду, и в эту засаду попали немецкие танки. По автомагистрали двигалось три танка. Первый они смогли подбить, он сгорел. Ну а второй захватили. Захватили в том числе и военнослужащих. Немецкие солдаты не понимали вообще, что происходит. Для них это было в новинку, когда гражданское население предпринимает такие действия против вооруженных солдат. Были добыты трофеи, оружие, записная книжка в кожаном переплете. Следующие два года прослужит коржу дневником. Сейчас он хранится в Национальном архиве Беларуси. Военнопленных отправили в комендатуру. Условия, в которых осуществлялась борьба, особенно в 1941 году, были достаточно сложны. Сложность эта заключалась в том, что ни население, ни военнослужащие, ни партизаны в том числе, они, во-первых, не имели опыта взаимодействия в таких условиях, не была налажена связь с Москвой, то есть тем же партизанам не было поставок оружия, медикаментов. Все приходилось добывать собственным, скажем так, трудом. Ну и, конечно же, без взаимодействия с местным населением реализовать эти цели и задачи было невозможно. Отличительная особенность характера Василия Коржа заключалась в том, что всегда в основу своей деятельности он ставил человека. Это касается как отношений в самом партизанском отряде, так и взаимодействия с мирными жителями. И он неоднократно говорил, что не нужно обижать мужика, всегда нужно взаимодействовать и располагать крестьян к себе. Что он и делал. Он считал, что, во-первых, отряд должен обрастать местным населением, опор должна обязательно быть на местное население. К примеру, партизанам нужно было что-то кушать, нужно было что-то есть, соответственно, нужна была подпитка продовольствия со стороны местного населения. А как ты будешь с ними иметь хорошее отношение, если ты будешь их, условно говоря, грабить? Поэтому он запрещал это делать. Он говорит, попроси, но ни в коем случае не надо грабить. Кроме того, он считал, что нельзя проводить операции боевые против фашистов, полицейских, непосредственно в самих населенных пунктах. Ну, во всяком случае, не всегда это удавалось, но он старался этого избегать. Потому что вслед за этим следовали карательные шаги нацистов. И даже маленькая победа могла вылиться в большую кровь. Корж строго пресекал попытки забирать у крестьян продукты. Жестко за это наказывал. Могло доходить до расстрела. Такое отношение привлекло на свою сторону местное население. И к концу 41-го года Корж командовал соединением, которое насчитывало более двух тысяч человек. А к началу 44-го – 15 тысяч человек. Сам Василий Корж пользовался большим авторитетом. Партизаны оказывали помощь в сельскохозяйственных работах на постоянной фактической основе. Более того, даже были такие случаи, когда партизаны отбивали у немцев награбленное продовольствие, то впоследствии вот это продовольствие, эти продукты питания обратно возвращались к крестьянам. То есть партизаны даже не забирали это себе. Хотя вполне могли это сделать. Отряд Коржа не только помогал местным жителям. Бойцы разъясняли людям происходящее. И выясняли, кто же пошел на службу к полицаям. Случайно партизанам однажды попали на рукавные повязки, где было написано «полиция». И Василий Корж, когда ему это показали, он решил это использовать по назначению. Значит, у них в отряде был один из тех, кто хорошо знал немецкий язык, вот этот боец Нордман. И было принято такое решение осуществить рейд по близлежащим деревням и селам с целью выявления полиции в этих деревнях и привлечения населения на свою сторону. Что и было, по сути, сделано. Корж, он был якобы переводчиком вот этого Нордмана, хотя, конечно же, сам он не знал немецкого языка. И приезжая в деревню, они под видом полицаев выводили тех, кто служил на службе в полиции и проводили разъяснительную работу. Те, кто был замешан в убийстве местных жителей, как правило, таких расстреливали. Ну а те, кто еще только вступил вот на этот путь, они всячески уговаривали и впоследствии они переходили на сторону партизан. Корж наладил сбор оружия. Установил контакт с Большой землей. Была своя радиостанция и радист Александр Беркович. Отряд делал акцент на дезорганизацию коммуникаций и связей. И только потом нанесение урона в живой силе. Такой подход нравился не всем. Среди идейных оппонентов был Григорий Леньков. В 43-м ему присвоят звание Героя Советского Союза. Леньков как матерый, очень опытный диверсант считал, что нужно вести исключительно диверсионную работу. Что какой ты партизан, если ты сидишь, грубо говоря, в лесу. Ну а для Коржа было важно то, что люди местные, зная, что рядом находятся партизаны, могли в случае карательной операции найти у партизан свою защиту. Григорий Леньков родился в 1899 году в селе Васильевка Октябрьского района Оренбургской области. Окончил сельскую школу, Оренбургскую советско-партийную школу и РАПФАК. Член ВКПБ с 1918 года. В Красной армии с 1918 года. В 1938 году окончил Военную электротехническую академию. Получил специальность военного инженера. Он представлял собой не НКВД, это тоже нужно учитывать, а ГРУ, 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 ГРУ. Я, наверное, все-таки склонюсь, если учитывать качество работы и эффективность, пользу НКВД, на мой взгляд. Они были более подготовлены. Напомним, в конце 20-х, начале 30-х годов в спецбюро НКВД готовили будущих партизан. ГРУ, наверное, присоединилась попозже. Линьков был прекрасный диверсант. Он своей группой создал первый белорусский партизанский отряд специального назначения, который изначально в 1941-1942 году, надо отдать ему должное, это тяжелейшее время для организации партизанское движение в Белоруссии, базировался на территории современного Березинского заповедника и действовал на территории тогдашних районов Чашницкого, Лепельского и Холопенического, ну, современный Крупский район. Главная задача была диверсии на коммуникациях, нападение на полицейские гарнизоны, немецкие гарнизоны. И в дальнейшем Линьков совершил рейд с целью организации партизанского движения на юг Белоруссии. Когда Линьков пришел на юг, там действовал отряд, а затем и бригада Коржа. Под таким именем его никто не знал. Для всех он был товарищ Комаров. Впоследствии Линьков, который написал несколько книг о партизанском движении, об особенностях, специфике, делал нелестное замечание по поводу партизан Пинской партизанской зоны, что, мол, они отсиживались в лесах, они не пытались действовать, вот как действовала бы Красная Армия, оказавшись в тылу врага, но в том-то и дело, что цели и задачи партизанской борьбы все-таки были иными. В 1943 году Василию Коржу было присвоено звание генерал-майора, а 15 августа 1944 года он стал героем Советского Союза. В 1946 году закончил военную академию при штабе СССР. Василий Захарович Коржу имел достаточно такой неординарный характер. Он не любил, когда обманывают, и мог запросто это высказать, независимо от должностей, занимаемых любому чиновнику, что, собственно, и делал. Поэтому, возможно, это оказало определенное влияние на то, что в дальнейшем Корж не задержался на воинской службе. В Москве, как правило, представители партизанского движения, они никогда фактически не занимали высоких должностей, в отличие от БССР. Где у нас, мы знаем, что и многие представители партизанского движения, там, Козлов, Машеров, именно вышли из этого, да, то есть и заняли высокие должности. Ну и в БССР и Василий Корж также достаточно долгое время работал заместителем министра лесного хозяйства. Мы немного знаем партизан генеральского звания. Сразу на ум приходят крупнейшие руководители партизанских соединений Украины. Это Ковпак и Федоров. Вот Корж, такой редкий пример, достаточно для Белоруссии. И звание Героя Советского Союза он получил уже после освобождения Белоруссии, в августе 1944 года, и поступил в Академию Генерального штаба. То есть, видимо, какие-то планы на дальнейшую военную службу у него все-таки были. Но, видимо, не совсем у него были хорошие отношения с партийным руководством Белоруссии, с Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Из-за характера Коржа, наверное. Может быть, это связано еще и с тем, что деятельность Коржа, его партизанская тактика, она была уж очень крайне самобытной. Наверное, он не вкладывался в общую канву военных деятелей того времени. Возможно, для него Москва и даже Минск в какой-то степени были, ну, скажем, городами, где он чувствовал себя не очень комфортно. Из Минска Василий Корж отправился в родную деревню Хью. Сожгли нацисты еще в 43-м. Поэтому село пришлось буквально поднимать из руин. Фактически там не было ничего. Он за достаточно короткий промежуток времени смог сделать из этого образцовый колхоз. Было много чего там построено, дороги, дома. И хозяйство было одним из передовых в республике. Из рассказов местных жителей он достаточно с пониманием относился ко всем. Помогал заниматься наиболее передовыми технологиями в ведении сельского хозяйства. Проводил мелиорацию, закладывал сады, раздавал саженцы односельчанам. Колхоз за несколько лет стал миллионером и участником выставки ВДНХ в Москве. К собственному комфорту не стремился. Носил простую одежду, богатств не нажил. И все делал для людей. Выбивал стройматериалы и технику. Как пример жесткого характера Василия Коржа можно привести такую ситуацию. В 1952-м Василий Козлов, бывший с июля 41-го года первым секретарем Минского подпольного обкома КПБ, попросил Василия Захаровича дать оценку его мемуарам «Люди особого складу». Легендарный партизан ответил следующее. Что же заставляет вас так врать на всю Белоруссию? Неужели вы полагаете, что народ наш не научился отличать правду от лжи? Ко мне заходит очень много наших боевых друзей-партизан, рядовых и командиров, которые знают хорошо вас и меня и говорят прямо в глаза. Сильно заврался Василий Иванович в своей книге, пользуясь своим служебным положением. Это нехорошо, вредно. «Вы душевно обижаете не только меня. Вы обижаете тех боевых партизан, членов партии, комсомольцев и беспартийных, которыми я руководил. Это около 15 тысяч человек. Вас захлёстывает стремление к славе? Так берите её, свою заслуженную славу». У Николая Смирнова в его книге «Василий Мудрый» приводится такой факт. Эдуард Норман, который с момента создания первого партизанского отряда был рядом с Василием Коржом, в 1984 году приехал в больницу к Пантелеймону Пономаренко. Это было незадолго до кончины первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси. Пономаренко, со слов Нормана, рассказал о своей печали, понимая, что уходит из жизни, и что он несправедливо когда-то поступил с Коржом, поверив не то что лживым доносом на него, лживым обвинением. Нет. А заняв сторону, скажем так, его идейных противников в партизанском движении, в теории и тактике партизанского движения, возможно, какие-то были аспекты личного характера, характера Василия Захаровича, они тоже здесь сыграли. Потому что они чем-то, кстати, были схожи. Вот он партизанский Жуков, вот как Жуков, допустим, маршал Победы. Они дружили, кстати, они познакомились еще в 1330-х годах, когда Жуков служил в Слуцке. Они вместе охотились, выезжали на охоту. Жуков часто останавливался у него дома, был знаком с семьей. Впоследствии после войны уже опальный Жуков принимал семью Коржа, часто у себя в Москве. Им было о чем поговорить, чего вспомнить. Ну, скажем так, они достигли больших высот в своем деле, но каждый по-своему пострадал, был как-то обижен, но, наверное, все-таки понимал, что они делают общее дело, они куют Победу. У Коржа есть даже такие строки, приводятся в книге Сергея Гроховского, что я не мыслю себя вне борьбы и не мыслю себя вне активной общественной позиции, иначе зачем я живу. Умер Василий Захарович Корж, когда ему было всего 68 лет. В Беларуси партизан-легенду еще при жизни называли человеком хлеба-ружья. Наверное, это высочайшая оценка. Его именем назвали школы и улицы, возвели памятники, сняли о нем кино. Но в памяти людей он останется правдорубом, который может и сеять хлеб, и защищать Родину.